Доброе утро, Елена. Доброе утро, Альбина. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Сегодня мы будем говорить на очень важную тему. Это защита прокурорами социальных прав граждан. И по традиции, Елена, вы будете начинать нашу программу. Что бы вы хотели сказать на эту тему? Важнейшей функцией прокуратуры является правозащитная. Она находит свою реализацию путем восстановления мерами прокурорского реагирования социальных прав граждан. Социальные права граждан закреплены в Конституции Российской Федерации. К ним относятся право на труд, право на образование, на охрану здоровья, право на социальное обеспечение, право на жилище. Социальным правам граждан соответствуют определенные обязанности со стороны государства, которые связаны с предоставлением жилья, обеспечением получения образования, предоставлением медицинской помощи, выплатой пенсии и пособий. Хотелось бы отметить, что вопросы защиты социальных прав граждан находятся на особом контроле органов прокуратуры Республики. А проводимые прокурорские проверки показывают, что достаточно часто нарушаются права пожилых граждан, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей. За прошлый год и истекший период этого года прокурорами выявлено свыше 470 нарушений законодательства в рассмотренной сфере. Для их пресечения внесено 47 представлений, направлено в суды 180 заявлений. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, связанное с растратой денежных средств, предназначенных для выплаты пенсии граждан. По итогам прокурорского вмешательства именно прокуратуры Республики приняты изменения в республиканские нормативные акты, связанные с защитой прав детей. В частности, о регистрации сирот, не имеющих постоянного места проживания, о выплате пособий детям от 3 до 7 лет и по обеспечению питанием обучающихся детей на дому с ограниченными возможностями здоровья. Для защиты прав таких деток Усть-Жигутинским межрайонным прокурором в связи с тем, что не было предоставлено двухразовое горячее питание детям и не выплачена денежная компенсация, направил заявление в суд. Судом требования были удовлетворены, соответствующая компенсация выплачена. Также Усть-Жигутинский межрайонный прокурор в судебном порядке защитил права ребенка-инвалида в жилищной сфере. Ему предоставлена дополнительная жилая площадь. И таких примеров защиты социальных прав граждан прокурорами немало. Об этом мы сегодня и поговорим. Альбина, как известно, наиболее уязвимы в нашем обществе это люди с ограниченными возможностями здоровья. И мне бы хотелось спросить, как прокуроры наши защищают их права в сфере здравоохранения? Да, конечно, здесь большое внимание уделяется данной категории граждан. И в указанной сфере по итогам прокурорских проверок, конечно, выявляются факты необеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Если говорить об итогах работы в 2023 году истекшем периоде, здесь в суды направлялись иски в отношении 13 инвалидов, которые были обеспечены тест-полосками для глюкометра в количестве более 2600 штук. И региональное министерство здравоохранения заключило контракт для приобретения тест-полосок для таких категорий граждан в дальнейшем. По представлению прокуратуры республики был обеспечен ребенок-инвалид специализированным продуктами лечебного питания. В прокуратуре Зеленчукского района в Черкесии городской суд было предъявлено исковое заявление тоже в защиту прав и интересов ребенка-инвалида об обеспечении его лекарственными препаратами, а также о взыскании и компенсации морального вреда за несвоевременное обеспечение такими препаратами в пользу девочки и ее законного представителя. Судом исковые требования прокурора были удовлетворены и было взыскано по 50 тысяч в пользу каждого из обратившихся ребенка и законного представителя. Исполнение данного судебного решения находится на контроле. Прокуратурой Урупского района были выявлены факты отступления рецепта врачей также при предоставлении лекарств двум инвалидам, а также двум больным сахарным диабетом первого типа. По представлению прокуратуры нарушенные права граждан были восстановлены, нарушения устранены. У Жигутинской районной прокуратуры были пресечены нарушения порядка направления документов на медико-социальную экспертизу в отношении больного гражданина, которым в дальнейшем рассматривали вопросы установления инвалидности по представлению данной прокуратуры. А как обстоят дела с доступностью объектов здравоохранения, образования и другой инфраструктуры для инвалидов? Такие нарушения также выявлялись в ходе надзорных проверок. Наиболее распространенными нарушениями в данной сфере это отсутствие доступности к объектам инфраструктуры для инвалидов. Здесь зачастую выявлялись факты отсутствия пандусов с поручными и подъемными устройствами для инвалидов, отсутствие парковочных мест для специализированного транспорта инвалидов. То есть по этим нарушениям прокуроры реагировали. Выявлялись также нарушения в учреждениях дополнительного образования. Здесь пресекались нарушения, связанные с доступностью предоставляемых услуг, что выражалось в отсутствии тактильных табличек с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля с указанием на именование учреждения, графика его работы и иной значимой для инвалида информации. На территории города Черкеска в образовательных учреждениях, в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, отсутствовали индикационные петли, предназначенные для удобства людей с нарушениями слуха. Выявлены факты неоснащения городского пассажирского автотранспорта для специальными техническими средствами, сигнальными кнопками, светодиодными табло с бегущей строкой, с уведомлением о названиях остановочных пунктов по маршруту движения, а также устройств дополнительной визуализации речевой информации для инвалидов по слуху. В целях устранения таких нарушений закона внесено всего 31 представление. Прокурорами возбуждено 4 дела об административных правонарушениях и результаты их рассмотрения также находятся на контроле. Также я знаю, что большое внимание прокурорами уделяется защите жилищных прав социально измененных граждан. Я имею в виду детей-сирот и также многодетные семьи. Что в этом направлении делается? Эта работа тоже носит системный характер, поскольку, как говорилось здесь в студии, это категория граждан, которая требует всегда особого к себе внимания, особенно дети-сироты. Здесь вот по результатам рассмотрения замечаний прокуратуры республики на проект бюджета КЧР на 2023 год увеличено финансирование денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот на 40 миллионов рублей. В 2022 году, истекшем периоде 2023 года, прокурорами предъявлено в суд в интересах такой категории граждан 23 иска. Здесь прокурор требовал обеспечить благоустроенными жилыми помещениями данную категорию граждан. Прокуроры, данные иски прокурора были рассмотрены и удовлетворены. И в настоящее время осуществляется надзор за реальным предоставлением, то есть исполнением этих судебных решений и реальным предоставлением жилых помещений данным гражданам. За аналогичный период прокурорами было предъявлено 52 заявления в суды в интересах многодетных семей. Здесь нарушения выявлялись в том, что муниципалитетами на местах не обеспечивались многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, земельными участками, которые им в соответствии с региональным законодательством полагались бесплатно. Данные иски также были удовлетворены и права граждан были восстановлены в этом. Также хочу вас спросить, что касается наших пенсионеров. Выявлялись ли здесь нарушения и какие принимались меры для восстановления этих нарушений и их прав? Мерами прокурорского реагирования устранялись нарушения прав заявителей в сфере пенсионных правоотношений. По результатам рассмотрения представлений прокурора, два пенсионера, двум пенсионерам, вернее, не произведен перерасчет пенсии на сумму более 90 тысяч рублей. По материалам прокурорских проверок в отношении работника почтовой службы было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160-й по факту хищения денежных средств, которые предназначались в качестве выплаты пенсии. В городе Черкесске устанавливался факт неправомерного отказа в назначении страховой пенсии по старости, что требовало принятия мер прокурорского реагирования. И в связи с чем в отделение пенсионного фонда и социального страхования было внесено представление, результат рассмотрения которого тоже находится на контроле в настоящее время. Ну что ж, я благодарю вас за подробную беседу. Спасибо вам и успехов в работе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.